Наше министерство является координатором реализации федерального закона 119, общеизвестного закона. 119 закон предусматривает безвозмездное предоставление на территории всей Сахалинской области до 1 гектара гражданам бесплатно на определенное время безвозмездно по истечении определенного срока в собственность. Основные условия предоставления в собственность в последующем земельных участках это его освоение. То есть задача фактически этого закона у нас закрепление населения на территории области, но и как эффект экономической какой-то развития. На сегодняшний день у нас на территории Ахинского района предоставлено порядка 65 заключенных договоров безвозмездного пользования. Предоставлено около 40 гектаров. В основном это люди узаконивают то, что пользовались ранее и не могут на сегодняшний день в установленном порядке оформить свои огороды, дачи. Есть такой механизм, что через 1 гектар можно узаконить. Кроме этого на территории населенных пунктов предоставлены земельные участки пока без разрешенного использования. То есть закон предусматривает, что гражданин может взять и год думать, а что же я буду делать на этом земельном участке. Закон предусматривает и направление сельского хозяйства, использование земельных участков, и ЭЖС, и туризм, ну и иные какие-то виды деятельности для субъектов малого предпринимательства. В развитии освоения этих земельных участков по линии всех министерств у нас в госпрограммах предусмотрены определенные поддержки, государственная поддержка. Это по линии Министерства сельского хозяйства техника в лизинг. Далее для субъектов малого предпринимательства компенсация на приобретение комбикормов, минеральных удобрений. То есть если интересуют конкретные какие-то виды государственной поддержки, это можно обратиться в наше министерство и на сам сайт зайти в ФИС и посмотреть конкретно, что, чего и как. Дальше этот закон предусматривает, что часть территории не может быть предоставлена для граждан, часть территории. Эти территории органы местного самоуправления проводят работу по линии, так сказать, закрытия этих территорий. Это важно, чтобы понимали, что на сегодняшний день у нас Ахинский район, он имеет специфику, какую. Вся территория Ахинского района является местом традиционного проживания коренных народов севера. КМНС, я буду сокращенно говорить, да? Вся территория. Кроме этого, в соответствии с законом, у нас КМНС имеет право приоритетное на использование, приоритетное право на использование этих земель на территории. Поэтому, дабы защитить права КМНС, в связи с тем, что принят Федеральный закон 119, и 119 предусматривает, что да, если у кого какие-то права есть, эти территории могут быть закрыты. На сегодняшний день правительство проводит мероприятия по определению таких территорий для КМНС, в связи с чем часть территорий на территории области Ахинского района, они зарезервированы. Пока не пройдет эта полностью процедура определения этих территорий. Как правило, это места прибрежной зоны, места общего пользования. То, что, так сказать, традиционно сложилось для использования в целях рыболовства и еще каких-то там охот. Эти территории предусматривают, что доступ будет общий. И всю свою деятельность, как люди, охотники, наши любители рыболовством занимались, и охотники, и рыболовы, так они будут продолжать заниматься. Но один гектар в этих, в рамках этих территорий, он предоставлен быть, еще раз подчеркиваю, не может быть, потому как в силу федерального закона и в силу областного закона земли на территории Ахинского района, они имеют приоритетное право для КМНС. Далее, то, что касается одного гектара, где можно. Достаточно территории, которую можно предоставить именно в рамках одного гектара. Поэтому администрации Ахинской администрации поставлена задача работать персонально с каждым заявителем, определять на карте, давать предложение, где, что можно подобрать и выйти, чтобы можно было оформить именно в рамках одного гектара. Задача работы персонально с каждым заявителем.